Неля Штепа уже не в СИЗО. От призывов к Путину до гимна Украины акапелла. Как жители Славянска реагируют на возвращение бывшего мэра? Готова ли сама Неля Штепа вернуться в политику? Я не бью два раза. Один раз по морде, другой по крышке гроба. И сразу по крышке гроба. Одиозная, да? Вот она была одиозная всегда. В Славянск боевики вошли 12 апреля 2014-го. Градоначальница Неля Штепа в тот же день у здания захваченного город-дела милиции. Я хочу, чтобы вы знали, что это не какие-то люди, приезжие в Западную Украину, как мы с вами сегодня переживаем. Сегодня это наши донбасские ребята. То, что дирекционеры Стрелкова выбрали Славянск, я думаю, что в этом заслуги, либо помощи Неля Штепа нет. И ее вина в том, что она в той ситуации четко не определила свою позицию. Российским телеканалом Штепа в первые дни противостояния заявит о подготовке того самого псевдореферендума. Но спустя несколько дней уже украинским журналистам назовет захватчиков оккупантами. А боевики объявят, что мэр Славянска добровольно сложила с себя полномочия. Мы решили, мы верим, мы никого не отдавать. Вот, она находится у нас. Она в нормальном состоянии. Затем появится сразу несколько интервью Штепы о правом секторе и о Путине. Владимир Владимирович, ну зайдите уже сюда. Зайдите и просто помогите нам. Ну вы же видели, что я была вся побитая. Что я со слезами так говорила. Вы это видели? Оправдываться Неля Штепа будет уже на скамье подсудимых. Правда, есть другое видео из Славянска под контролем боевиков. Вот, на митинге 9 мая она достаточно бодро агитирует жителей города. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, появить свое воле и заявление. Я буду вместе с вами там на избирательных участках. Это было феерично, когда Штепа вважала, что Путин – это рятовник ее родного города, что он пришел сюда рятовать под российскими прапорами. А из зала суда она выходила, спевающая имя «Чи намерла Украина» с украинским прапором. Но сбоку это выглядит просто жалюгидно. За решеткой Неля Штепа провела более трех лет. Боевики даже вносили ее в списки на обмен пленными. Я сказала, скажите, какой мне резон уходить туда, если я была в плену и был трибунал на мой расстрел. Вы считаете, что если я туда приеду, меня не расстреляют? Теперь на подконтрольной Украине территории Штепе надели электронный браслет. По решению суда она должна находиться в доме своей подруги в Славянске. Игрушка новая. Я знаю, что мне не дадут больше, чем я отсидела. И если даже вот, я надеюсь, только на оправдательный приговор. Сама Штепа из села Звановка, у нее там есть дом, у нее там регистрация. И месяц назад Центральная избирательная комиссия объявила выборы в Звановской территориальной громаде. Донецкая села объединились. Я думаю, Штепа выставит свою кандидатуру и станет поселковым головой, либо сельским головой. В поселке Звановка у бывшего мэра Славянска целый особняк. Дом сейчас заброшенный, но помнят Штепу здесь хорошо. Ну, он неплохой человек был раньше. А потом, когда стало, Славянск изменилось. О желании вернуться в местную политику сама Штепа пока не заявляла. Но в Славянске, например, как минимум треть опрошенных Донбасс-реалий случайных прохожих не против ее второго срока. Я никого не считаю сепаратистами. Это все политические бреди. Ну, во всяком случае, в постсоветском пространстве это лучший мэр. Я все помню, но считаю, что она вполне достойна быть мэром нашего города. Мне по барабану все. Я, например, в 2014 году была здесь, находилась. Я подходила лично к городилу, когда стояли баррикады. И очень помню хорошо, когда 12 апреля она говорила, что это наши мальчики. Вы это не помните? Поэтому простите, это невозможно. Я не хочу, чтобы в моем городе был. Несмотря на смену сезона домашний арест, Нелли Штепе и сейчас грозит пожизненное заключение. Суд, правда, в ее деле безрезультатно продолжается уже третий год. А в интернете по случаю выхода Штепы из тюремной камеры даже шлягер в 90-х переделали. Страдания удел любого патриота, но ты уже ушла, и щелкнули ворота. О, Неля.